Всего в Московской области находится около 400 военных городков. Когда-то это действительно были закрытые населенные пункты, в которых проживали исключительно военные и их семьи. Сейчас у многих таких городков своя жизнь никак не связана ни с военными частями, ни с Министерством обороны. В них живут более 140 тысяч человек. Однако условия их жизни весьма суровы. Ветхие дома, плохие дороги, отсутствие водоснабжения. С этими проблемами жители остаются один на один. Ведь жаловаться бесполезно. Местные власти не имеют права распоряжаться имуществом Минобороны. Чтобы решить эту проблему, в 2013 году между областью и военными было подписано соглашение о передаче ведомственных городков региональным и муниципальным властям. Первоначальный перечень военных городков, который к моменту соглашения был, скажем так, уже определен, он состоял из 83 городков. Я напомню, на сегодняшний день передано 187 военных городков. В Одинцовском районе военных городков немало. Например, новый городок планируется передать нашему муниципалитету уже в мае этого года. Тогда же приступят их к комплексному благоустройству населенного пункта. Перечень передаваемых объектов пока не окончательный. Его будут дополнять в тесном взаимодействии и сотрудничестве с Министерством обороны. У нас анализируется при приемке военные городки с точки зрения инвестиционной привлекательности, наличия жилья. И принимается решение о том, остаются ли они в муниципалитете, идут под застройку. Или просто мы ремонтируем там коммунальную инфраструктуру и приводим ее в надлежащее состояние. Работа по восстановлению военных городков требует вложения больших средств. Из регионального бюджета в 2015 году на эти цели было выделено 670 миллионов рублей, а в 2016 почти 2 миллиарда. Однако всего, по оценкам экспертов, для капитального ремонта и реконструкции всех переданных городков необходимо более 46 миллиардов рублей. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.